Музыка Выбор Трампа это действительно сегодня главная политическая новость, которая потрясла мир. На самом деле, почему была такая радость, почему были аплодисменты в Государственной Думе, почему вот каждый из нас хочет испытывать от этого, испытывает все мы позитивные эмоции, потому что жесткий антироссийский курс, который проводили последние президенты США, в том числе Барак Обама, в том числе и госпожа Клинтон, еще не как кандидат в президенты, а как глава Госдепа, честно говоря, нам это уже надоело. Это совершенно не обоснованно, это совершенно никак не корреспондируется со здравым смыслом. Мы понимаем, откуда это идет. Соединенные Штаты выстраивают, по крайней мере, выстраивали последние годы линию на однополярное мироустройство с господством одной державы. Недаром экс-генсек НАТО Расмуссен призвал недавно США стать таким мировым жандармом. Это необходимо, чтобы сдержать Россию, Китай, кого-то еще. Но одновременно мы понимаем, что страны БРИКС, по крайней мере, и некоторые другие весьма критично относятся к такой модели мироустройства и выступают за сохранение того миропорядка, который сложился по итогам Второй мировой войны с для венствующей ролью организации объединенных наций. Но и понятно, что последние годы наши заокеанские партнеры, как я их называю, стратегические друзья, взяли курс на маргинализацию образа России, на деформацию образа России в мировом информационном, затем в политическом пространстве. И с Трампом мы интуитивно связываем, что ситуация может измениться. Качественно или частично. Это показать может только время. Но нам хочется испытывать вот эту надежду. Что касается реального изменения ситуации, то нет такого волшебного тумблера, который за неделю, за две, за месяц изменит ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном. К большому сожалению, за последние годы, и мы это прекрасно знаем, между нашими странами накопилось значительное количество противоречий, которые за короткий промежуток времени, даже при обоюдном желании, снять будет достаточно сложно. Мы можем осторожно позволить себе надеяться на более конструктивную позицию в отношениях между нашими странами, в отношении Вашингтона к Москве, поскольку наша позиция к Вашингтону конструктивной была всегда. Ну и уже некоторые поствыборные заявления Трампа обнадеживают, в частности по Сирии, где он заявил, что нужно бороться с ИГИЛ, а не с Ассадом. Это в корне меняет линию Белого дома на то, что Ассад – кровавый мясник, его надо уничтожать любой ценой. И мы понимали, что мы преследуем с Вашингтоном разные цели в Сирии. Мы боролись с террористами, с ИГИЛ и Джабхатом Нусрой, мы с ними и боремся. По приглашению законного правительства Сирии о США имели своей целью, и очевидно многие еще имеют, свержение ненавистного режима Ассада. Именно поэтому нас призывают не бомбить Джабхатом Нусру. Мы понимаем, что наши партнеры хотели бы сохранить Нусру, чтобы с ее помощью затем свергнуть Ассада, но это очень опасное заигрывание с международным терроризмом. И что касается позиций Трампа, будет ли здесь всеобъемлющий конструктив отношения с Россией? Станут ли США из страны, которая на законодательном уровне единственная в мире позволяет себе вмешиваться грубо в конституционный строй других государств? Станет ли США страной конструктивной, которая будет выступать вместе с нами за многополярный мир, стабильной, с гармоничной, в частности, системой глобальной безопасности? Это покажут все-таки, наверное, месяцы, как минимум. Но то, что сегодня Трамп заявляет, в частности, по Сирии, то, что Трамп может уже в самое ближайшее время, я в этом совершенно уверен, усилить разрядку напряженности в Европе, дав указание отвезти войска Североатлантического альянса от наших границ, дав указание, сразу оговорюсь неправильно, убедить Североатлантический альянс, у нас все-таки нет тут подчиненности, как таковой, есть серьезное влияние Вашингтона. Поэтому уверен, что мы можем рассчитывать на Вашингтон по этим важнейшим досье, как снижение напряженности в Европе, отвод войск Североатлантического альянса от наших границ. И кроме того, что касается Сирии, какие-то значительные результаты в Сирии, труднодостижимы между сотрудничеством между Москвой и Вашингтоном по сирийскому досье. И еще раз хотел бы выразить надежду, что поствыборная уже риторика Дональда Трампа будет материализована в здравых шагах на сирийском направлении.